Теперь давайте рассмотрим программу для четвертой версии электронной нагрузки. Компоненты, которые мы используем. I2C Master. Настройки стандартные. Частота поставила 400 кГц. RS-232 для отправки данных. А, кстати, я его пока не использую, но и может быть и не буду. Частота 19200. Он пока не используется. EEPROM для сохранения в память. Констант при калибровке. Вольтметра и амперметра. Компонент Custom. Управление дисплеем 16.02 по I2C линии с переходником. Импортируем сюда макрос. Необходимо есть. С ним работаем. И два канала ЦП. Это вольтметр и амперметр. Заходим в внешние настройки. Здесь ставим минимальное значение. Там 0 или 1, не знаю. Делитель частоты подбираем так, чтобы частота тактирования ЦП была не выше 200 кГц. То есть, если у вас частота 8 МГц, то берем деление там, не знаю, на 32. У меня в данном случае частота 24 МГц, поэтому максимальный делитель. Может, он не максимальный, не смотрел по документации, но вот во флукоде по умолчанию максимальный делитель 128. 24 МГц делим на 128. Получаем как раз около 200 кГц. Здесь выбираем VREF VTD источник питания и напряжение источника питания 5 Вольт. То, которое нам выдает стабилизатор. Окей. Далее заходим в Custom Code этого ЦП. И импортируем сюда макрос для оверсэмплинга, то есть получение 12-битного разрешения. Импортировали и его дали в программе используют для повышения точности измерения напряжения, тока и разрешения этого измерения. Второй компонент. Это, кажется, для измерения напряжения. Настройки здесь те же самые, но указываем, тут не важно, здесь указываем 256. Это напряжение внутреннего источника опорного напряжения от Меги 8. Переходим в Custom Code. Также сюда импортируем макрос 12-битного оверсэмплинга. И также в Defines, чтобы включить внутренний источник опорного напряжения, вместо E здесь ставим число 254. Готово. Здесь все настроили. И теперь давайте рассмотрим момент по использованию кварца частотой более 20 МГц. Если вдруг вы решитесь разгонять микроконтроллер, то в Project Options вам будет необходимо указать реальную частоту кварца. У меня 24 МГц. Но по умолчанию флукод вам не даст это сделать. Скажет, что максимальная допустимая частота 20 МГц. Поэтому перед этим мы заходим в папку с установленной программой флукода. Находим, где там хранятся наши микроконтроллеры. Конкретно в моем случае от Мега 8.fcd расширения. Открываем этот файл в блокноте. Находим строчку MaxClock, которая здесь указана. И указываем тут допустим 30-60 МГц, 12 ГГц. Любое значение, которое хотите. Я указал здесь пока что 24 МГц. С более высокой частотой пока не пробовал работать. Ну и уже побаиваюсь повышать. Потому что и так частота тактирования в 3 раза выше допустимой производителям. Но если вдруг этого не сделали, напоминаю, что используем последние в патче исправления для вот этих компонентов, контроллеров, которые добавляют новые возможности, новые прерывания и прочее. После того, как мы указали максимальную частоту, если флукод был запущен, то мы его перезапускаем. То есть закрываем и открываем опять. И тогда уже можем в настройках указать, требуя нам частоту тактирования. Далее для теста я использовал простую программку. Тут начало, которое не нужно. Инициализируем I2C мастер. Инициализируем I2C дисплей 16.02, который уже подключили. А тут включаю Watchdog и включаем прерывание по таймеру. Таймер 2 Compare A. Это 8-битный таймер. И выбираем функцию Compare A по совпадению. Переходим в настройки. И для удобства выбираем такой делитель и такое значение в этом поле, чтобы частота была около 1000 Гц. Это не критично, просто так удобнее, что вы будете знать один тик. Таймер у вас будет равен 1 миллисекунде. Но будет проще в некоторых расчетах. Этот таймер у нас считает время и также обрабатывает работу энкодера. Включили таймер. В идеале, чтобы там число было ровно 1000. Но у меня с данным кварцем этого не получается. Далее, это не надо. Нам нужен вот только прерывание по таймеру. Для простейшей проверки стабильности работы контроллера. Ну, насколько я это себе понимаю. И я написал вот такую программку. Цикл для теста контроллера на повышенной частоте. Сначала я пробовал 16 МГц, потом поставил 24. Что у нас здесь? Объявили некоторые переменные. И выводим на дисплей по A2C линии. Здесь у меня 4 переменные с плавающей точкой. Все они типа float. Чтобы максимально нагрузить контроллер. Ну, это так простая программа, но пойдет. 1 переменная плюс 1.0. 2 переменная минус 1. 3 переменная умножаем на 1.001. 4 переменная делим на 0.001. И все эти 4 переменные выводим на дисплей. 16.02. В прерывании по таймеру мы считаем переменную тик. Если она равна 1000, ну, в моем случае там 1002 в идеале. То переменная timesec равно плюс 1. То есть это прошло 1 секунда, мы ее увеличиваем. И здесь получается каждую секунду мы производим вот этот расчет. И выводим новые данные на дисплей. В итоге я ставил тест на 1 час. То есть переменная I у вас должна быть на экране 3600. Ну, там плюс-минус небольшая погрешность для переменной с плавающей точкой. И переменная I1A должна быть равна минус 3600. То есть 3600 секунд прошло с момента запуска программы. Если это так, если глюков не было, то все нормально. И контроллер у вас скорее всего может работать на данной частоте кварца, которую вы поставили. Но обязательно еще проконтролировать его температуру, чтобы он сильно не грелся. Напоминаю, что при частоте тактирования 24 МГц у меня контроллер за час нагрелся до температуры 40 градусов. Что вполне нормально. Да, к сожалению получилось длинное вступление. В отдельное видео, я думаю, выносить это нет смысла проверку частоты. Ну, так что пусть будет так. Кому не нравится, пишите гневные комментарии. Так, и поехали по основной программе. Основной цикл B1, B2 назначаем как выходы. Это у нас выходы шим первого и второго канала для первого таймера. B4, B3 это управление драйверами. Далее пауза. Вызываем макрос загрузка коэффициентов из EEPROM. Да, забы сказать, в EEPROM. Также заходим в кастом код и импортируем сюда макрос EEPROM float. Который позволяет сохранять и считывать из EEPROM переменные с плавающей точкой. Это напоминает, что очень увеличивает размер программы, но иногда это того стоит. Давайте перейдем в этот макрос. Загрузка из EEPROM. Получаем отсюда 4 коэффициента. Принцип расчета коэффициентов, калибровка прибора точно такая же, которую я описывал в предыдущих версиях электронной нагрузки. Не помню, по-моему это было в третьей. Да, там я это обнаружил. Калибровка простая и очень хорошо себя показала. Вызываем макрос. EEPROM read float. Читаем из нулевого адреса коэффициент. Вот этот. Затем из пятого адреса читаем другой коэффициент. Десятого и пятнадцатого. Напоминаю, что переменный типа float в EEPROM занимает 4 ячейки. 4 байта. Прочитали? Готово. Напоминаю, что обязательно ставить фьюз бит при программировании контроллера, который защищает EEPROM от стирания при перепрограммировании контроллера. В железе я покажу еще этот момент. Затем по программе. Инициализируем I2C мастера и дисплей. Далее здесь я для отладки делал. Далее включаем watchdog. От MEGA8 включаются вот эти две нижние строчки. И период устанавливаем примерно 0,5 секунд. Включаем прерывание по таймеру. Напоминаю, там идет счет времени и обработка состояния энкодера. Вращение ручки. Затем вставка на C, в которой мы настраиваем первый таймер на нужный нам режим работы. Так, 9-битная, здесь давайте 10-битная примерно он соответствует. Частота здесь тоже написана неправильно. Она, ну, чуть выше 20 кГц. Не помню, сколько точно. Потом в железе, может быть, ослографом посмотрим. А, ну да, обязательно. Настраиваем таймер по документации. В такой режим и режим FastPWM. У которого максимальное значение счетчика определяется значением вот этого регистра. Максимальная частота и поехали. Сбрасываем сам таймер. В эти регистры задается значение скважности, которую мы хотим отправить для тока заряда, либо тока разряда. Это у нас ток заряда управляется этим регистром. Этим управляется ток разряда. Чтобы там не было шим-сигнала, в этот нужно записать 0. А в регистр, который управляет разряда, максимальное значение. То есть в данном случае это 1000. 1000 это в этот регистр мы записываем до какого значения будет у нас считать счетчик. То есть здесь мы определяем разрядность нашего шим-сигнала. И при данной частоте кварца 24 МГц мне удалось его установить на 1000. Ну посчитал, что это оптимальное значение. Частота около 20 кГц там побольше. Во-первых, это выше звукового диапазона, то есть не будет пищать дроссель и прочее. Во-вторых, это довольно высокое разрешение, которое позволяет с малым шагом задавать и ток заряда, и ток разряда. И в-третьих, это не настолько большая частота, но которую было бы трудно получить, при которой начинают греться силовые транзисторы и прочее. Ну, пока такое значение. Настроили таймер, готово. Далее объявляем некоторые переменные. Переменная PWM. Она общая и для тока разряда, и для тока заряда, типа Integer. Ну и другие переменные. Едем дальше. Здесь краткое ТЗ, что это должно быть, как должно устройство работать. И далее основной цикл, который у нас совсем коротенький, потому что все происходит в макросах. Обнуляем переменную A, которая просто счетчик. Вызываю макрос измерения, где происходит измерение тока, напряжения, производится расчет, какой нужно выставить шим и так далее. Так как все это происходит довольно быстро для быстрой установки требуемого шим-сигнала, то здесь нет пауз. И чтобы дисплей слишком часто не менялся, я поставил, что если A равно 4, то тогда мы вызываем макрос to display. И на дисплей выводятся необходимые текущие показания. То есть каждые 4 цикла или 5, не знаю. Сброс watchdog. Затем вызываем макрос кнопка энкодера, опрос кнопки. Если заморочиться, можно его сделать и в прерывании, где мы опрашиваем сами контакты энкодера. Но пока мне неохота было этим заниматься. Не знаю, так было бы красивее, конечно. Может кто-то предложит, или я сам наконец-то до него дойду. Но пока это отдельный макрос. Сброс watchdog и макрос setDat, то есть установка нового значения шим-сигнала. И теперь давайте разбираться, что где. Измерение. Первый макрос. Вызываем. Опрашиваем АЦП. Читаем 12-битное напряжение. Количество измерений выбираем побольше. Там 400, 800. Ну как вам время позволяет, поставил 800. Дилей 0. Выводим переменную uout. Обязательно типа float. Далее, используя коэффициенты, которые мы получили из EEPROM, рассчитываем реальное напряжение, которое у нас на выходе. Прибавляем напряжение смещения и умножаем на коэффициент пропорциональности. То же самое для тока. Прочитали 12-битный float. Рассчитали. Получили реальный ток, который течет у нас через шунт. Он будет положительным, если мы заряжаем аккумулятор. Или он будет отрицательным, если мы разряжаем аккумулятор. Если меню равно 4, это тот режим, когда у нас происходит тестирование аккумулятора, то есть либо его зарядка, либо его разрядка, либо циклический режим, то мы переходим сюда. Здесь определяем режим работы. 1 это у нас циклический режим, то есть сначала устройство заряжает аккумулятор, потом разряжает его и потом снова заряжает. И затем переходит в режим ожидания. Здесь мы прибавляем переменную cycle count. Если режим равен 2, это режим заряда аккумулятора, рассчитываем разность между текущим током, который у нас идет через шунт, и тем током, который мы задали в меню. То есть мы выбрали ток заряда, который хотим получить для аккумулятора. Находим их разницу и производим соответствующие расчеты. Если разница больше, чем плюс 0,5, то что мы здесь делаем? Мы отшим сигнал и отнимаем 10, то есть уменьшаем ток заряда. Если меньше, чем минус 0,5, то есть наоборот, то тогда мы прибавляем 10 к переменной ПВМ. Если ток у нас более 5 А, в данном варианте ограничено на этом уровне, то мы не прибавляем ПВМ. Это грубая регулировка. И затем, когда разница становится меньше, то есть 0,02, положительную сторону я выбрал, то тогда мы отнимаем ПВМ по одному значению. И если меньше 0, то мы прибавляем по одному значению. Вот таким вот образом. Так, далее ниже ничего. И переходим в третий режим. Это режим разряда. Здесь тот же самый расчет, но ток у нас будет отрицательным. Поэтому здесь минус И, чтобы все было как обычно. И тот же самый принцип. Больше 0,1, меньше минус 0,1, больше 0,1, меньше 0. Все действия выполняем те же самые, только тут у нас ПВМ плюс 20, ПВМ плюс 1 и другие пороги. Ну, подбирается экспериментально или не экспериментально. Это, в принципе, можно рассчитать в зависимости от разрешения вашего шим-сигнала и сопротивления того резистора, на котором у вас рассеивается тепло. Условно резистор. Едем дальше. Если у нас выбран первый режим, в котором мы производим циклическую тренировку аккумулятора, то проходим сюда, CycleCount равно 1. Проходим сюда, видим равно 1, значит режим равен 2. Мы выполняем заряд аккумулятора. Затем дальше он прибавляется, станет равным 2, режим равно 3, мы выполняем разряд. Затем опять прибавится, станет равен 3, и опять режим равен 2, заряд аккумулятора, и затем отключение устройства. Далее определяем, что аккумулятор у нас заряжен, либо разряжен. Если режим равен 2, это зарядка, то если напряжение на аккумулятор у нас более 4,2 вольта, я принял такое значение, то мы прекращаем процесс. При этом, если циклический режим у нас не включен, либо он уже, это третий цикл, ну последней зарядки, то мы переходим сюда и выходим в главное меню, переходим в режим ожидания, прекращаем все процессы. Если он не равен этим значениям, 0, либо 3, то мы переходим к следующему пункту, это разряд аккумулятора, вот cycle count плюс 1. Здесь к переменной cch, это емкость во время charge зарядки, мы присваиваем текущее значение емкости, которое мы намерили в процессе вот этого заряда, сохраняем это значение в переменную, и сбрасываем таймер и значение шим сигнала. В процессе разряда тот же самый принцип. Если циклический режим не был включен, то мы просто отсюда выходим, ну там все отключаем и выходим. Если циклический режим у нас включен, режим тренировки, то мы прибавляем переменную cycle count и переходим к зарядке аккумулятора. Также обнуляем таймеры, pvm и переменная c discharge, емкость разряда, которую мы намерили в процессе разряда аккумулятора, сохраняем ее в эту переменную. Далее расчет текущей емкости, это текущий ток умножаем на время в секундах и делим на 3600. Получаем емкость в ампер-часах, которая выводится на дисплей. И переменную time c, в принципе я на дисплей не вывожу, поэтому смысла в ней нету, ну ладно, пусть будет, это осталось из прошлой версии. И еще одно ограничение, если ток заряда более 3 по какой-то причине, может там короткое замыкание или транзистор вышел из строя, ну в общем шунт у нас определил, что ток заряда или ток разрядом меньше 5 ампер, в общем вышли за допустимые нормы, то мы выключаем устройство. Хотя если вышел из строя транзистор, то есть короткое замыкание в нем, то все равно будет проблема, ну да ладно. И бип пока не используется, потом звуковой сигнал может добавлю, пока его нет. Так, здесь все, вот такое вот измерение. Поехали дальше, что у нас, давайте, ну ладно, to display, это вывод данных на дисплей. Есть переменная display clear, это просто счетчик, который при определенном значении отдает команду LCD clear. Напоминаю, что если эту команду выполнять каждый раз, то у вас дисплей будет мигать, глазом это заметно и неприятно. Поэтому полную очистку дисплея я произвожу по такому таймеру и просто так на всякий случай. Если вы хорошо продумали программу, как у меня эта программа, то функция очистки дисплея вам может не понадобиться никогда. Но есть небольшая вероятность, что возникнут какие-то артефакты на дисплее и поэтому я от нее не отказываюсь. Вот таким образом ее использую. Это макрос для вывода текущих данных на дисплей. Переменное меню и внизу ничего нет. Если меню равно нулю, это у нас режим ожидания, то выводим на дисплей текущее напряжение. Подключен там, аккумулятор не подключен, без разницы, он просто выводит напряжение на клеммах. Также выводим ток, который в идеале должен быть около нуля. И пока выводим еще температуру, которой датчики не подключал и в программе этого макроса нету, но потом в перспективе добавлю. То есть здесь температура с датчика LM75A. Еще одно место свободное, можно туда что-нибудь вывести. Затем меню равно единице, это выбор режима измерения. На дисплей мы вводим верхней строчке Cycle Test, выбранная вот такая галочка спереди и в нижней строчке зарядка литий-ионного аккумулятора. Если мы крутанем ручку энкодера, один щелчок, то перейдем в следующее изображение, где выбрана зарядка литий-ионного и внизу разрядка литий-ионного. И еще раз крутим ручку, получаем вверху зарядка литий-ионного, внизу выбранная галочкой разрядка литий-ионного аккумулятора. То есть это у нас меню, в котором с помощью энкодера мы выбираем, что хотим сделать, какой режим работы запустить. Установили галочку туда, куда нам надо и нажимаем на кнопку энкодера. Если меню равно 2, то есть после нажатия кнопки энкодера, нам требуется задать 2 тока. Это ток зарядки и ток разрядки, независимо от того, какой режим вы выбрали. Все равно по порядку нужно сначала ток зарядки указать, вводится переменная и указывается ее значение, которое мы задаем с помощью энкодера. То есть задаем ток заряда, там 0.1, 0.5, 1.3 ампера и прочее. Нажимаем на кнопку энкодера. Затем вводим ток разряда. То же самое, там 0.1, 1.6, 4.8 ампер, какой вам нужно. После этого нажимаем на кнопку энкодера и переходим уже в тот режим, который мы выбрали. Меню равно 4. Здесь мы выводим текущее напряжение на аккумуляторе. Затем выводим текущий ток через аккумулятор, через шунт. Он может быть как отрицательным, так и положительным. Если вы разряжаете, то он будет отрицательным, знак минус. Если вы заряжаете аккумулятор, то он будет положительным. Затем ниже выводим текущую емкость, измеренную на данный момент. И в конце у нас температура. Напоминаю, она пока не используется. Далее, если в меню ожидания, когда просто отображается значение и нет никакого процесса, мы в любую сторону крутанем ручку энкодера, то перейдем вот в это меню, где отображается текущее значение с последнего измерения емкости разряда аккумулятора и емкости заряда аккумулятора. То есть эти две перемены выведутся на экран. Мы можем посмотреть, какую емкость мы измерили в последний раз. И через 3 секунды вернется в обычный режим. Так, и шестой режим, вывод ошибок, пока не используется. Это осталось от предыдущих программ, от третьей версии электронной нагрузки. Поэтому сюда не смотрим. Может быть потом что-то будет добавлено. Далее, кнопка энкодера. Опрашиваем. Вывод, к которому подключена эта кнопка. Если нажата, то переходим сюда. Меню плюс один. Переход между режимами по порядку. И также, если в процессе измерения, то есть заряжаете вы аккумулятор, разряжаете, там без разницы, нажать на кнопку, то измерение будет прекращено. Очистка дисплея. Пауза 200 миллисекунд, чтобы подавить дребезги и успели отпустить кнопку. И все. Так, load from EEPROM мы рассмотрели. Давайте установка значения ЦАП. Если пришло значение PWM, которое не равно предыдущему, то мы переходим сюда. И в зависимости от режима работ, задаем требуемое значение шим-сигнала. В основном меню все выключено. В менюшке также все выключено. Затем второй режим. Это у нас заряд аккумулятора. В данном случае мы управляем вот этим регистром. А регистр, который отвечает за ток разряда, у нас всегда равен 1000. То есть максимальному значению. И в идеале ток туда никакой не течет. Если же третий режим, то есть мы разряжаем аккумулятор, то наоборот. Здесь равен 0 всегда, а здесь 1000 минус текущее значение шим-сигнала. Переменная PWMOLD равно PWM. И выходим. И последний макрос это энкодер. Надо будет давать потом звуковой сигнал, термометр. Ну, посмотрим, во что это выльется все. Досчитал до значения, которое мы выбрали для частоты прерываний. У меня это значение там 1002, по-моему. Но я поставил 1000, не заморачивался. TimeSec плюс 1. Считаем секунды, обнуляем переменную Time. И опрос выводов энкодера, куда он у вас подключен. В моем случае это выводы D6 и D7. D5 подключена у меня кнопка энкодера. Опрос состояния. В зависимости от модели энкодера, как у вас внутри там все организовано, у вас может здесь быть либо две цифры, вот как у меня, либо если на китайские энкодеры, которые я покупал, у них используется вот только так одна цифра. Для этого же необходимо две цифры для нормальной его работы. Определяем направление вращения энкодера, куда мы его крутили. Это стандартные макросы, которые уже неоднократно использовал и где-то когда-то подробно описывал. И здесь производим необходимые действия. Если мы в режиме отображения информации, то есть меню равно нулю, то при вращении ручки энкодера мы переходим к режиму отображения последних результатов измерения. Емкости заряда, разряда. Сбросили переменную TimeSec, отсчитываем 3 секунды и потом выходим обратно в меню. Если мы в меню выбора режима, то при вращении ручки в одну сторону мы прибавляем, галочка бежит там в одну сторону, при вращении ручки в другую сторону, галочка бежит в другую сторону по меню. Далее, следующий режим, это у нас выбор тока заряда. Если вращение происходит, ну условно говоря, по часовой стрелке, то переменная eCharge, ток, который мы хотим установить для зарядки аккумулятора, прибавляем 0,1 А. Обращаю внимание на вот такую особенность, что я здесь поставил, но целых тысяча один. В предыдущих версиях электронных нагрузок можно было заметить, что такая же функция прибавления тока, там разряда, заряда, без разницы. И иногда по мере кручения энкодера, прибавления тока, у меня на дисплее отображался ток не тот, который нужен, допустим, 5 А ровно, а появлялся 4,99. Из-за погрешности расчетов переменной с плавающей точкой в контроллере или в программе, там не знаю, как это осуществляется, поэтому я добавил сюда вот такую вот очень маленькую прибавку, которая позволяет этого избежать. То есть на установку тока заряда в данном случае она особой роли оказывать не будет, но ток зарядки будет выставляться у нас стабильно, тот, который нам нужен. И никакие 0,99 мы не увидим, но пока это работает, пока я дефектов не наблюдал. Так, если ток зарядки мы дощелкали более чем до 3 А, то далее ограничен на уровне 3 А, не даем ему прибавляться. Если убавляем, то же самое, но просто минус 0,1. Там, насколько я помню, все было в порядке, но это не точно. Если менее 0,1 А, то ограничиваем на уровне 0,1 А. Следующее меню это установка тока разряда. Тот же самый принцип, но здесь мы работаем с переменной и дисчардж. Прибавляем, убавляем, готово. Так, выходим, N равно 0. Вот и вся программа. Пока это не полностью законченный проект. Я не рекомендую оставлять его рабочий без присмотра, мало ли что произойдет. Но за время тестов я 3-4 аккумулятора циклический тест провел, при том, как заряды-разряды там 1 А, 0,8 А, ну и прочее. И все было нормально. Поэтому решил выложить эту информацию в сеть. Вот. Ну и что? Осталось рассмотреть еще одну программу. Это, так, давайте сначала компилируем. И мы получаем 7700 байт. То есть влезает в контроллер от Mega8. Пока для испытаний, потому что есть риск, что контроллер выйдет из строя, я использовал именно от Mega8. В идеале перевести проект на от Mega328P. Переделывать плату не нужно будет. Распиновка у них практически одинаковая. И тогда можно будет спокойно разгуляться. Пока что так. И отдельная программа, отдельная прошивка, которую я сейчас покажу. Это прошивка для калибровки поправок для вольтметра и амперметра. Она также занимает порядка 7 килобайт, поэтому выведена в отдельную прошивку. И переходим к программе по калибровке устройства. В мейне что у нас тут? Начало скопировано из основной программы. Все компоненты те же самые. Настройки АЦП те же самые. Включили, включили, инициализировали. Таймер, шимсигнал. Переходим в макроскалибровка. И все, далее ничего нет. Также здесь макросэнкодер, который по тому же таймеру опрашивается. Вращение ручкой энкодера. И переходим в макроскалибровка. Пока что у меня есть одно необъяснимое явление. При настройке вольтметров в процессе калибровки, там есть тест с полученными коэффициентами. То есть здесь он показывает напряжение все четко, именно то, которое поступает на вход. Но, когда мы заливаем потом уже рабочую прошивку, то он показывает напряжение на 30-50, там по-разному милливольт, меньше, чем оно реально на входе. Неизвестная мне причина пока что, надеюсь разберусь. Думал, что есть битые ячейки EEPROM, поэтому добавил сюда проверку ячейки EEPROM. Но все ячейки EEPROM у меня целые, коэффициенты сохраняются правильно. Почему так происходит, пока неизвестно. Итак, поехали. На дисплей I2C тот же самый. Выводим надпись «Удерживайте кнопку нажатой более двух секунд, чтобы перейти в тест EEPROM». Чтобы пройти его мимо, нажимаем кнопку энкодера кратковременно. Чтобы зайти, удерживаем кнопку энкодера нажатой более двух секунд. Но при выполнении этого теста, все данные, которые хранятся у вас в этих ячейках, будут удалены. Так что самый первый раз, когда вы поставили новый контроллер, чтобы убедиться, что все в порядке, успокоить твою совесть, то запустите эту проверку EEPROM и потом она вам не нужна. D5 кнопка энкодера, ждем, когда нажмется, ждем, когда отпустит и проверяем, сколько времени она была нажата. Если более двух секунд, то переходим в проверку EEPROM. Отключаем прерывания, чтобы они не мешали, записи и чтению. Выводим на дисплей. Так, зачем выводим на дисплей? А, это я не мог найти, почему контроль перезагружается. Срабатывал в ажидок, сейчас все нормально. Ну, пусть выводится на дисплей, там без разницы. И что мы делаем? Мы с нулевой по 50-ю ячейку, точнее по 49-ю, я выбрал эти номера, мы записываем некоторое число, в данном случае 100. n равно 0, n прибавляется и n определяет адрес ячейки, в которой мы записываем байт. Байт равный 100. Записали 50 ячеек. Затем выходим и считываем данные из этих ячеек. Если байт равен 100 из текущей ячейки, там из нулевой, из первой, из второй и так далее, то проходим далее. Если обнаружилось несовпадение, то переменная тест прибавляется плюс 1. Это у нас счетчик ошибок. Далее повторяем процедуру, но теперь записываем байт равный 222, но просто другое значение. В те же самые ячейки также считываем, если равен, то все нормально, если не равен, то увеличиваем счетчик ошибок. И в конце на дисплей выводим значение переменной тест, то есть количество наших ошибок. Должно быть равно 0. Если не 0, то уже разбирайтесь, что у вас там с EEPROM. Ждем нажатия кнопки. Выходим. Включаем прерывание по таймеру. Затем калибровка. Ожидаем нажатия кнопки. Ждем нажатия. Считаем время, сколько она была нажата. Если была нажата, опять же, более 2 секунд, то мы пропускаем процедуру калибровки вольтметра. И переходим сразу к калибровке тока. Иногда это бывает необходимо. Откалибровать либо только вольтметр, либо только амперметр. Поэтому так. На дисплее установите выходное напряжение 2 вольта. Мы подключаем вольтметр. В железе я все это покажу. Весь процесс калибровки, установки фьюзов и работу устройства. Энкодером уставляем выходное напряжение 2 вольта. На выходе у нас подключен эталонный вольтметр, по которому мы и контролируем. Крутим ручку. Установили на выходе 2 вольта. Нажимаем на кнопку энкодера. Затем сообщение. Установите 4 вольта на выходе. То же самое. Крутим ручку. Изменяем значение шим. На выходе увеличивается напряжение. установили 4 вольта, нажали на кнопку энкодера. Опрос кнопки энкодера, изменяем значение ШИМ, если мы покрутили ручку, читаем текущее значение АЦП вольтметра, выводим на дисплей без каких-либо коэффициентов и выводим значение ШИМ, которое сейчас установлено. Нажали ручку энкодера, выходим, производим математический расчет коэффициентов. Как это делается, я показывал, по-моему, в третьей версии электронной нагрузки. Затем выводим эти коэффициенты на дисплей. Вы можете их там записать, проконтролировать или, ну, что хотите с ними сделать. Можете потом просто вручную записать в программу, чтобы не использовать чтение переменной с плавающей точки из EEPROM. Так, далее. Сохраняем, нажимаем. И вот программка, в которой уже производится расчет по этим коэффициентам напряжения. То есть мы также крутим ручку энкодера, измеряем вольтметром напряжение на выходе и можем проконтролировать, совпадает оно или нет. Здесь у меня все совпадало, все очень хорошая точность. Почему в основной программе есть погрешность, пока не понимаю. Затем нажимаем кнопку энкодера и выходим отсюда. Далее идет калибровка тока. На это не обращаем внимания. Если калибровать ток вам по какой-то причине не нужно, то вы просто делаете ресет контроллера и загружаете рабочую прошивку. Если нужно калибровать ток, то идем дальше. Подключаем на выход устройства резистор с сопротивлением от 0,5 до 2 Ом. В данной, в моей конкретной конфигурации устройства. Подключили резистор и последовательно с ним подключаем эталонный амперметр. Контролируем ток. Устанавливаем энкодером ток 0,5 А. Резистор должен быть мощный, потому что будет рассеивать все это тепло. Тот же самый принцип. Вращаем ручку энкодера, устанавливаем нужный ток. Выводится все это на дисплей, измеряется ток амперметра без коэффициентов. Нажали ручку, установили необходимый ток, нажали ручку энкодера, выходим. Установите ток 2 А. То же самое. Крутим ручку, набираем ток 2 А. Установили, нажали. Расчет коэффициентов. Вывод этих коэффициентов на дисплей. И затем опять же проверка. То есть уже с учетом коэффициентов производится расчет тока. Мы крутим ручку энкодера, сравниваем показания на дисплей с показаниями на эталонном амперметре. Затем нажимаем на кнопку энкодера, выходим отсюда. Сохраняются переменные в EEPROM. И затем автоматически происходит перезапуск контроллера. Вот, наконец-то я и закончил описание программы. До новых встреч.